Мы возложили все наши тревоги на Князя Мира. Мы отдали наши жизни Господу Господ. Мы слуги Царя. Мы отражаем красоту полевых лилий и стоим в силе иудейского льва. Мы живем в здоровье благодаря великому доктору. Наши нужды покрыты, потому что он наше изобилие. Мы знаем свою дорогу, потому что следуем за великим пастырем. Мы участники Божьего Царства, потому что мы нашли дверь. Мы праведны благодаря Его жертве. Мы имеем настоящую жизнь, потому что Он воскрес. Его имя – Иисус из Назарета. Он Христос, наш Господь и наш Царь. И мы не остановимся. Рад снова быть с вами. Мы продолжим сегодня нашу тему «Свобода от волнений». Это замечательное приглашение. Иисус сказал нам, не волнуйтесь. Если Иисус говорит нам не делать чего-то, то Он дает нам сил не делать это. Это просто невероятное приглашение в жизнь, свободное от волнений, тревог и страха. Давайте откроем Слово Божие и послушаем, что Иисус хочет нам сказать. Для начала я хочу, чтобы мы прошли с вами небольшой акт по устранению неполадок, чтобы помочь вам преодолеть отчаяние в жизни. Думая об отчаянии, я понимаю, что это результат определенных эмоций и мыслей, которые установились над нашей жизнью, как покрывало безнадежности и поражения. Отчаяние на самом деле питается волнениями, тревогами и страхом. Ничего никогда не изменится. Ничего не может измениться. Я уже все перепробовал. Нет смысла даже пытаться. Отчаяние наполняет ваше сердце. Но с этим возможно справиться. Это нелегко, непросто, но возможно. Поэтому я хочу провести вас через некоторые вещи, которые я использовал в своей жизни. Не думайте, что это исчерпывающий список или исключительный, но это путь, избрав который, вы сможете победить отчаяние в своей жизни. Я хочу начать с самой сути обсуждения, а именно со взгляда на крест. Говоря о кресте, я имею в виду искупительную работу Иисуса Христа, которая отражает его распятие. То, что произошло на Голгофе, а также включает в себя его воскресение. На кресте Иисус понес наказание, которое причиталось мне за все мои грехи и непослушания. Он исчерпал проклятие за мои грехи, за ваши также. Вот что произошло там, на кресте. Но это не конец истории. Он воскрес и вернулся к жизни для оправдания меня и вас, чтобы мы с вами стали получателями всех благословений, которые причитались за его совершенное и безгрешное послушание. Эта реальность должна установиться в наших сердцах, потому что это основа для победы над волнениями, страхом и тревогами в нашей жизни. Если мы попытаемся сделать это любым другим путем, если бы дело было только в том, что нужно научиться думать более продуктивно и стать волевым человеком, чтобы не думать о том, что расстраивает, то это совсем не то. Я не призываю вас к синдрому «с глаз долой и сердце вон», или «я подумаю об этом завтра», или к синдрому «страуса», где вы просто прячете свою голову и не думаете о неприятных вещах. Я говорю совсем не об этом. Я говорю о том, что есть мысли и эмоции, которыми Бог не планировал наполнять ваш разум и ваше сердце. И вы можете научиться побеждать их и говорить им, вы не можете здесь оставаться, а в корне или в основе всего этого находится крест. Давайте посмотрим на послание к римлянам, написанное «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего». Сложное предложение, но идея в нем довольно простая. Павел напоминает нам, что если Бог не пожалел Своего Сына, а отдал Иисуса за нас с вами, какую цену нужно было заплатить, чтобы мы с вами получили право участвовать в Царстве Божьем. У нас была проблема. Проблема со грехом. И Бог принес Иисуса в жертву. Это означает, что когда Иисус был арестован и передан римлянам, они начали бить Его и избили Его до неузнаваемости. Они взяли венок из стерна и натянули Ему на голову. Они завязали Ему глаза, и солдаты собрались вокруг Него, били Его по лицу и говорили, «Если ты Сын Божий, то скажи, кто тебя ударил?» И что сделал Бог, когда все это происходило? Ничего. Они взяли Его Сына, распяли Его на римском кресте. Это делали с тысячами людей, но это же был Сын Божий. Они распяли Его на римском кресте и вбили клинья в Его руки и ноги, а Бог сидел, сложа руки. Он не был бессильным. Бог, который мог разделить Красное море, открыть глаза слепому и воскресить мертвого, мог хорошенько потрясти тех римлян, но Он не сделал ничего, потому что Он любит нас с вами. Он делал что-то для нас. И Павел говорит, «Если Бог не пожалел Своего Сына, то что вы думаете, Он может не дать вам?» Крекеры? Меня немного забавляет то, какие идеи у нас появляются. Знаете, как христиане говорят, «Я не хочу об этом молиться, потому что не хочу быть предсказуемым». Предсказуемым? А вы знаете, какая цена была заплачена за то, чтобы вы имели привилегию обращаться к Богу? Его Сын. «Но я не хочу навязываться, навязываться». Когда вы встретитесь с Иисусом, то увидите, что Он носит на Своем теле знаки Своей огромной любви ко Мне и к вам. И Павел утверждает это и показывает нам, что если Бог не пожалел его, то что Он удержит от вас. Иисус сказал, что Он с радостью готов отдать вам Своё Царство. «Пусть реальность Креста установится в вас». Это намного больше, чем бесплатный билет на выход из ада, потому что он не был бесплатным. Бог позаботится о нас. И опять же, это больше связано с тем, как мы были научены. Дело не только в вашей голове, а в системе. Мы были научены уделять огромное внимание названиям тех динаминаций, к которым мы относимся. Пятидесятники, харизматы, евангелисты или любое другое имя, с которым вы себя ассоциируете. Из епископальной церкви, методистской, пресвятерианской, южных баптистов. Можете выбрать любое название. Я благодарен за все эти проявления христианской веры, но ярлычок на вашей вере не так важен, как искупительная работа Иисуса на кресте. Когда у вас появляется искушение подумать, что Бог неохотно помогает или занимается вашими делами, вспомните, что вытерпел Иисус. У меня проблема, когда я собираюсь помолиться. В моей жизни есть давление, нужды, трудности, обстоятельства, а тут еще кто-то просит помолиться за давление, которое переживает он в своей жизни. И когда я собираюсь это сделать, у меня появляется мысль или чувство. Обычно приходит мысль, приводящая различные причины, почему я не имею права молиться. И зачастую включается целое видео в полном цвете, нацеленное на то, чтобы напомнить мне, почему я не могу этого сделать. «Я пнул собаку сегодня утром? Или же по пути на работу показал некоторым водителям несколько прославляющих Бога жестов? Или же, если не сделал этого, то очень хотел?» Что бы это ни было, но вы понимаете, может, это что-то из вашего далекого прошлого, какие-то обвинения или что-то еще, что говорит вам, что вы не имеете права, и вы не важны. Если мы не осознаем, что с этим уже проведена работа... Я вписал в ваши конспекты два слова. Осознание неспособности. То есть крест — это то, что мы не можем сами для себя сделать. Мы этого не заслужили и не заработали. И он не зависит от наших заслуг. Поэтому, если мы собираемся победить волнение, страх и тревоги, Бог говорит, «Я помогу вам в этом». Но это не потому, что мы заслужили. Классическая библейская презентация — цветная живая история Божьего обеспечения для Его народа. Юридический акт — это искупление. А презентация или показ этого находится в Ветхом Завете, в книге Исход. Вы читаете Библию, и поэтому довольно хорошо знаете эту историю. Израильский народ был рабами в Египте сотни лет. И Бог послал к ним парня по имени Моисей, который разработал стратегию их выхода. Некоторое время ушло на переговоры, но в конце концов Египет был побежден, и израилетяне стали свободны без каких-либо дополнительных условий. Когда они выходят из Египта, эта презентация Божьего желания заботятся о Его людях. Написано, среди них не было больных. Сотни людей, старых и молодых, и среди них ни одного больного. Они обчистили весь Египет. Египтяне были так рады, что они уходят, что отдали им свое золото и серебро. Написано, что их одежда не изнашивалась. Бог вел их облачным столбом и столбом огненным. Облако защищало их от солнца днем, а огонь защищал их ночью. Он давал им пищу. Когда они попросили мясо, Он предоставил им. Он давал им воду в пустыне. У них не было ни обеспечения, ни социальной инфраструктуры. Бог был их обеспечителем. И они ни в чем не нуждались целых 40 лет. Это картина того, как Бог заботится о своих людях. Он говорит, я знаю, что вам нужно где-то жить. Я знаю, что вам нужна одежда. Я знаю, что вам нужна еда. Он говорит, что не нужно работать? Конечно же, нет. Библия не призывает к лень. Если вы ленивы, покайтесь и найдите работу. Моя работа не удовлетворяет меня. Это не работа, это хобби. Это уж совсем другая проповедь. Бог хочет вас обеспечивать, но это не из-за ваших заслуг. Разве израилитяне были такими праведными, что Бог просто не мог поступить иначе? Да вряд ли. Моисея не было всего пару часов, а они сделали золотого тельца и устроили оргию. Бог так разозлился, что сказал Моисей, уйди с дороги, я всех их в порошок сотру. А Моисей ответил, так нельзя. Но на следующий день уже Моисей на них разозлился и говорит, «Бог просто уничтожь их всех, и мы с тобой начнем все сначала». Они явно не были стабильными, но, тем не менее, Бог обеспечивал их, и Он будет делать то же самое для нас с вами. Я так не верю. Я знаю. Поэтому мы и обсуждаем это. Иисус сам провел такое различие и сказал, «Если ваша жизнь тратится на то, чтобы собирать деньги на то, что вам нужно, на еду, на жилье, на обеспечение, то это дорога, по которой идут язычники». И вы на бегущей дорожке, которая ничем не отличается от той, что у грешников... Нет, нет, это неправда. На выходных я сижу в церкви. Иисус сказал, «Прежде всего, ищите Мое Царство». Почему волнение, тревоги, страхи наполняют наше сердце и разум? Почему мы боимся за наших детей? Почему боимся за наше будущее? Почему волнение и страх занимают доминирующее место в нас? Потому что Царство Божие занимает у нас низкое место. Я говорю, это не для того, чтобы критиковать или осуждать. Начните наполнять свой разум, свои мысли и эмоции тем, что Иисус сделал для вас. Если мы поймем диагноз, то сможем его изменить. Но крест изменил все. Давайте добавим к этому еще кое-что. Намеренно и целенаправленно развивайте в своей жизни Божие присутствие. Я хочу уделить этому время, потому что фраза довольно религиозная, и ее можно легко упустить, а я бы этого не хотел. Давайте начнем с 40-го псалма. Здесь написано. «Я терпеливо ждал Господа. Он преклонился ко мне и услышал мой вопль». Мне не нравится это предложение. Честно говоря, иногда, когда я читаю свою Библию, я хотел бы читать ее с баночкой корректора, потому что есть места, которые я хотел бы закрасить. И это одно из тех предложений, которые я бы закрасил в Библии. Это пишет благочестивый человек, и это попало в Библию. И он рассказывает нам об отношениях с Богом и говорит, «Я терпеливо ждал Господа. А я не люблю ждать. Я особенно не люблю ждать и при этом оставаться терпеливым». А вы, если говорить о волнениях и тревогах, если я попросил Бога о чем-то, но не получил, то у меня проблема, потому что я начинаю думать, «Может, Бог не будет этого делать? Может, я неправильно помолился? Может, проповедник меня просто обманул? Может, я просто пошел на поводу своих эмоций, а на самом деле за этим ничего не стоит?» Кто его знает? Я терпеливо ждал Господа. Я не люблю терпеливо ждать. Я пытаюсь организовать свою жизнь так, чтобы свести к минимуму все ожидания. На этой неделе мне нужно было арендовать машину. Я провел довольно много времени в интернете, резервируя машину, чтобы мне не пришлось ждать. Я сделал это специально. Нажал на правильные кнопочки, вошел в правильный раздел, присоединился к нужной группе, никаких ожиданий. Я хотел сесть на самолет и сойти с самолета, сойти с самолета первым, прийти в прокат автомобилей, забрать свою машину и уехать из аэропорта без каких-либо ожиданий. Но все не так просто. А если вы все спланировали, чтобы не ждать, а вам пришлось ждать, то так еще сложнее быть терпеливым. Правда? Я терпеливо ждал Господа. Он преклонился ко мне и услышал мой вопль, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу нашего. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Почему? Как вы думаете? Богу не все равно, ждем мы Его или нет. Почему это так важно? И если бы я мог выбирать, то был бы довольно эгоистичным существом. Я хочу иметь то, что хочу. Когда хочу и как хочу. И дайте мне это немедленно. Я не извиняюсь, я исповедуюсь. И только Бог может помочь нам изменить это. Иисус сказал, что нужно прежде всего искать Его Царство. Когда такое происходит с нами в обычной жизни, мы называем это зрелостью. Но я не думаю, что мы полностью осознаем, что значит быть зрелым Господом. Мы действительно не понимаем. Мы возвращаемся к нашей страховке от вечного огня и думаем, «Я думал, что мы с Богом уже разобрались, но ведь я же крестился и все такое». Что значит расти в Господе? Я не хочу расти в Господе. Я хочу, чтобы Бог делал все, как я захочу. Мы не хотим произносить это вслух, но именно эта борьба происходит внутри нас. Я не хочу прежде всего искать Бога. Я хочу, чтобы Бог прежде всего искал Алина. И Бог иногда говорит нам, «Подожди минуточку». Видели когда-нибудь ребенка, которому родители никогда ничего не запрещают? Правда, это приприятнейшее маленькое чудовище. Вы всегда надеетесь, что они пришли ненадолго. Я бы с такими родителями никогда не поднялся. Мне казалось, что мои родители планировали свои отказы заранее. Я вам гарантирую, что они не планировали мою жизнь так, чтобы я занимался только тем, что приносит мне огромную радость. У них была совсем другая идея. Помню одно лето, когда по окончанию учебы они забрали меня со школы и сказали, «Этим летом у тебя будет работа». Помню, как я думал, «Я же не просил работу». «Не хочу работу». «Мне было довольно хорошо безработным». «Мне нравится безработица». «Спасибо, но мне работы не надо». У них была эта сумасшедшая идея. Мне нужно было каждое утро рано вставать. «Ну, школа ведь закончилась». «Идти работать». Мои друзья шли на озеро, или в бассейн, или на лыжи, а я шел в конюшню. И скажу вам, это было довольно сложно. А они хотели, чтобы я ходил туда каждый день. Это также был тяжелый труд. На моих маленьких ручках были волдыри. Я показывал их родителям и говорил, «Смотрите». А мой папа говорил, «Тебе это полезно». «Полезно, несмотря на то, что больно». Он был настроен решительно. Я должен был научиться труду. Это слово из четырех букв. И я не был этому счастлив. Но, оглядываясь назад, я хочу сказать спасибо. «Потому что это помогло мне стать лучшим человеком». Возможно ли, что Бог больше заботит то, кем вы станете, чем то, чтобы осчастливливать вас каждую минуту? Он настолько нас любит, что говорит, «Тебе лучше прежде всего искать меня». Видите, какое у нас извращенное представление об этих отношениях. Мы хотим, чтобы Бог был похож на небесного Санту. Мы хотим щелкнуть пальцами и тут же получить все, что пожелаем. А Бог говорит, «Если вы будете искать меня, если я стану вашим главным приоритетом, то я позабочусь обо всем остальном». Вам не нужно переживать об этом. Проведение времени с Богом влияет на это. Нам нужно постоянно, то есть ежедневно, уделять время тому, чтобы впитывать величие нашего Бога, проводить с Ним время, пока не осознаем, какое Он величество по сравнению со всеми огромными трудностями и проблемами в нашей жизни. Это важно. Но вы скажете, «Минуточку, я хожу в церковь выходные. Что вы еще от меня хотите?» Возьмем, к примеру, наш план по прочтению Библии, которым мы занимаемся уже несколько лет. Я должен признаться, что делаю это не потому, что просто хочу достать вас. Ну, скажем так, причина была не в этом. Я просто заметил в своей жизни, что если каждый день несколько минут уделять Слову Божьему, то со временем это принесет большую пользу. Может, в первый день это незаметно, и во второй это не будет так. Вообще-то, если в первый день вы начнете с бытия, то все не так плохо. Но когда дойдете до Левита, то вам понадобится Дух Божий, чтобы не уснуть. Это чудо, если вы читаете Левит, а затем переходите к числам и второзаконию. Это чудо. Но эта привычка, эта дисциплина регулярного времяпровождения с Господом принесет перемен. Она вложит в вас совершенно новые мысли. Она даст вам совершенно новые эмоции, и вы начнете перестраивать свое представление о Боге. Но я же читал историю. Я имею представление о написанном там. Я это понимаю, но если вы любите спорт, то многие из вас уже видели футбольный матч. Но вы, наверное, смотрели еще один. Вы даже можете представить себе, каким может быть итог, но все равно будете смотреть, потому что вам нравится то, что вы получаете от этого. Мысли, эмоции, которые он передает. Проводите время с Господом. Один из вопросов, которые нам нужно обсудить, это честность, чтобы признаться в том, что мы не хотим проводить время с Господом. Мне неинтересно. Я не хочу общаться с христианами. Они мне не нравятся. Они меня раздражают. Мы все с этого начинали. Знаете, я иногда слышу, как люди рассказывают, «Я произнес молитву покаяния и просто влюбился в Бога. Я спал с Библией под подушкой. Я каждый день читал Библию. Мне постоянно было мало. Я хотел общаться с христианами». Бог вас любит, но вы странные. Вы отклонение от нормы. Большинство из нас возрастает в Господе, и нам нужно дисциплинировать себя, чтобы жить благочестиво, пока это благочестие не начнет проявляться через нас. Такие люди так же необычны, как те, кто любят есть брюссельскую капусту и участвовать в марафонах. Да, мы любим шоколад. Мы просто научились сдерживать свои аппетиты и заниматься спортом просто для поддержания здоровья. Но мы не хотим бежать от одного города к другому. Я как-то смотрел по телевизору часть марафона, проходившего через Нэшвилл. Представляете, там шел дождь. Лило, как из ведра. Там рассказывали о людях, которые пострадали от гипотермии во время участия в марафоне. Последними к финишу пришли люди, которые шли, а не бежали. Температура их тел настолько упала, что это было опасно для жизни. Сидите дома, дорогие. Вы учитесь. Вы приучаете себя к дисциплине. Будь то в спорте или в слове. Поэтому практикуйте Божие присутствие. Давайте я дам вам парочку практических советов. Говорите Богу, что вы чувствуете. Вам радостно? Грустно? Плохо? Расскажите Ему. Он это выдержит. Также добавьте к этому признание и скажите, «Бог, я готов меняться». Вот кто я и какой я, но я готов, Бог. Только если ты поможешь мне. А когда скажете это, то добавьте к этому понимание того, что это заявление может иметь последствия. Возможно, мне придется подчиниться Богу. Не пытайтесь обмануть Его. У вас ничего не выйдет. Ну и третий пункт. Благодарите Бога за то, кто Он. И за то, что Он сделал. Он этого достоин. Богу не нужно наше признание. У Него нет проблем с собственным эго. Но когда в вашем разуме и в ваших эмоциях идет сражение, а вы провозглашаете, кто такой Бог, это помогает вашим мыслям и вашим эмоциям. А затем попросите Бога вести вас по жизни. Попросите Его. В этом есть смысл. Если вы попросите Бога вести вас, то вы, понятное дело, будете следовать. А многие из нас не очень рады тому, что нужно следовать. Если говорить честно, то нам бы больше хотелось, чтобы Бог следовал за нами туда, куда мы ведем. Сюда. Бог, у меня есть великолепный план. Ты его видел? А с твоими способностями мы такого наворотим? А Бог хочет, чтобы мы сказали Ему, веди меня. Мы не доверяем Ему. Мы не думаем, что Он приведет нас в место лучше, чем то, которое мы сами для себя выбрали. Понимаете, свобода от тревог, волнений и страха напрямую связаны с нашим желанием увидеть проявление Божьих благ в нашей жизни. Есть взаимосвязь между ростом этих вещей в нашей жизни и вашим взглядом на царство. Поэтому Иисус сказал, «Ищите прежде всего царство Мое». А если вы застряли в других вещах, то Он говорит, что этого ищут язычники и нечистивые. Вы можете сидеть в церкви, а ваша жизнь будет наполнена различными нечистыми вещами. Но есть лучший путь. Перед тем, как попрощаться, хочу сказать еще кое-что. Волнения, тревоги и страхи уничтожают и разъедают веру. Бог хочет обеспечивать нашу жизнь. Он любит вас. Он печется о вас. Он желает вам добра. Осмельтесь поверить Ему. Хочу помолиться за вас. Отец Небесный, я молюсь за каждого человека. Я молюсь, чтобы слово, которое мы услышали сегодня, укоренилось в нашем сердце. Дай нам мужество уйти от тревог и волнений и довериться Тебе, как нашему обеспечителю, как тому, кто поддерживает, восстанавливает и обновляет. Спасибо, что охраняешь наши жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Перед тем, как попрощаться, хочу кое-что предложить вам. Мы сделали из нашей программы «Свобода от волнений» программу для домашнего изучения Библии для вас. Мы сняли шесть десятиминутных видео на тему «Свобода от волнений». Добавили к ним несколько свидетельств, а также учебный план. И мы бы хотели отправить это вам в качестве подарка. Если вы готовы открыть свою жизнь и свой дом и пригласить одного-двух друзей, парочку соседей или коллег по работе, пусть ваш дом станет местом, где люди обретут свободу в Боге. Это мощный инструмент. Прочтите информацию на экране и узнайте, как получить этот и другие материалы, которые станут для вас благословением. Это касается каждого, каждого из нас. Волнение касается каждого из нас. Нам нужна свобода от волнений. Вот что произойдет, если вы примете решение и скажете Иисусу, «Помоги мне обрести свободу от волнений и тревог». Он сделает это для вас. Он поможет вам выбрать новый путь. Нам нужно знать, что говорит Бог о нас самих. И нам нужно верить в это. Свобода от волнений. Побеждайте тревоги с помощью Божьей любви, Божьих целей и планов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...